В прокатном комплексе ЦХ-16 в СМПО не верят в плохие приметы. Поэтому в пятницу 13 сентября здесь прошло сразу два конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии» среди машинистов крана и машинистов-операторов. Проявить свои способности пришли 28 работников подразделения. Девочки пришли не просто соревноваться, они пришли действительно подтверждать свои высокие разряды. Это пятый разряд с повышенной вилкой у нас. И пришли повышать свою квалификацию, у кого четвертые, третие, повышать на повышенные разряды. То есть третий на четвертый, четвертый на пятый. И показать свое мастерство. Подтвердить свой профессионализм крановщикам следовало не только на практике. Перед тем, как взяться за рычаги управления, участники отвечали на вопросы по технике безопасности, особенностях различных подъемных агрегатов и правилах перемещения грузов. Несмотря на то, что конкурс проводится для молодых работников корпорации, участниками с удовольствием становятся и стажисты. На заводе я работаю более 30 лет. Работа крановщика – это вся моя жизнь. Без нее я себя просто не представляю. Сколько я себя помню с первых лет работы, я всегда принимала участие в конкурсах крановщиков. Я занимала призовые места как в цехе, так и в заводском конкурсе. В цехе крановщикам с пульта и машинистам крана следовало выполнить одинаковые задания – провести груз через все препятствия. Несмотря на высокую конкуренцию, среди участников царила дружественная атмосфера. После каждого успешно пройденного этапа коллеги радовались друг за друга. Участница Ирина Рыбина пришла на завод по стопам мамы и нисколько не пожалела, что попала в такой сплоченный коллектив. Раньше было страшно, я все сидела на сдаче на одном кране, я боялась куда-либо пойти. А сейчас мне интересно, я хожу по всем отделам, по всем кранам, и люди разные, работа разная, и это довольно-таки очень интересно. По итогу двух туров члены жюри объявили итоги. Среди молодежи, управляющей краном с пульта, удача улыбнулась Ивану Неймышеву, Тимофею Овчинникову и Денису Рахимзянову. В категории со вторыми и третьими квалификационными разрядами третье место досталось Евгении Козыревой. Второй результат показала Анна Панкратова, а звание «Лучший» присвоено Максиму Мезенцеву. Среди высших квалификационных разрядов своими умениями блеснул Сергей Половинко, заработавший третье место. Буквально в долях секунд разошлись результаты у Анны Кисельниковой и победительницы Анастасии Цвигун. Каждый участник получил памятные сувениры от молодежной организации ВСМПО, а призеров руководители рассмотрят в качестве кандидатов на повышение заработной платы и квалификационного разряда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова